Сегодня, после почти годичного перерыва, возобновилось автобусное сообщение Уральска-Трау. В 9 часов утра с автовокзала отправился автобус. Отметим, что почти год пассажирские перевозки были под запретом. Наши корреспонденты продолжат тему. Директор автовокзала сообщил, что в середине марта прошлого года по становлению главного государственного санитарного врача республики было приостановлено международное и межгородское автобусное сообщение. Почти год предприятие было закрыто, а сотрудники сидели без работы. 1 марта 2021 года новым постановлением санврача были разрешены автобусы между городами Казахстана, находящимися в зеленой и желтой зонах. Пассажиры с радостью восприняли новость о возобновлении автобусного сообщения. Многие боятся использовать частные такси, которые ездят по трассе, нарушая скоростной режим. В последнее время было много аварий, мы как бы боимся. И как-то на автобусе сейчас удобнее. Безопасно хоть дольше, но зато знаем, что доедем нормально. Моя дочка едет в Атырау, она там где-то работает за Тенгизом. Мы очень рады, что открыли автобусное сообщение. Давно пора, потому что в поездах Гланта ходят, а автобуса нет. А на такси, извините, опасно ездить. Напомним, что только с начала этого года в авариях на трассе Уральска-Атырау погибли 12 человек. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабриев, ТДК-42.